Всем привет! Если вы смотрите это видео, значит вы делаете карту желаний. Я обещала это видео, выполняя ваш запрос. Итак, я тут даже, кстати, нашла свою старую карту желаний, и я вам покажу, что действительно все работает, но надо делать правильно. А как правильно, я вам сейчас расскажу, поэтому оставайтесь со мной. Карту желаний можно делать по-разному. Я вам показываю самый эффективный. На самом деле можно не заморачиваться со всем этим, то есть журналами с клеем, ножницами, ватманами, а сделать просто в электронном виде нафигачиться до разных картинок, какие вы хотите, и уже распечатать, или держать это в электронном виде, и время от времени туда поглядывать. Но действительно самый эффективный это вот этот, когда вы вырезаете, клеите, прописываете, и я именно сейчас буду рассказывать об этом способе, потому что в моей жизни карта желаний работает, и я хочу, чтобы ваши желания тоже исполнялись. Нам понадобится ватман. Я когда-то, видите, даже как делала. На таком как бы картоне. Ватман можно найти в любом магазине, в принципе, типа эпицентра. Также можно взять вот такой вот небольшой формат. То есть это зависит от того, насколько ваши желания огромны, и какие картинки вы будете вырезать, потому что на самом деле можно найти картинку формата А4, например. Поэтому не стесняйтесь, берите побольше. Берите побольше, и желательно, я тут вставляю вам, как правильно надо размещать ваши желания, они расходятся по секторам. Но так как я ездила по ретритам в разные страны с разными мастерами, то, в принципе, можно делать это интуитивно. Вот если вам хочется, чтобы здесь, например, был отдых, пусть он здесь и будет. Но желательно, чтобы в центре находилась ваша фотография, и она должна быть с улыбкой, вы должны хорошо выглядеть, и на этой фотографии себе нравится. Вы можете фотографию распечатать самый быстрый и самый легкий способ с Инстаграма. Есть такие инстабоксы во всех торговых центрах. Можете распечатать ее побольше, ну, целегка заморочиться, и пойти, например, там, где сейчас распечатать фотографии, в фото каком-то ателье. Вот. У меня здесь есть... Есть. Я, кстати, подоставала свои старые карты желаний. Я вместе с вами буду делать новую. Вот. Потому что, знаете как... Сейчас я вам объясню. Пока так. Я потом вам просто покажу, что исполнилось, и вообще, как я это делала. И в какой период. Для того, чтобы, знаете как, воочию вы увидели, что да, желания исполняются. Так. Мысль потеряла. Начну с того, что нам понадобится для вот такой вот карты желаний. Естественно, ватман. Потом журналы. Мы с девочками... У меня есть подруги, с которой мы уехали за город, и решили делать карту желаний. На самом деле считается, что карту желаний желательно делать, ну, в одиночестве, чтобы вам никто не мешал. Но мы с девчонками решили совместить и, как бы, женскую энергию воссоединить и усилить. Вот. Можно и так. Можно делать это, можно сказать, под какую-то любимую музыку. Я делаю это под мантры. Я оставляю внизу ссылочку на свои любимые мантры. Может быть, вам зайдет, и вы тоже будете делать карту желаний под мантры. Нам понадобятся журналы. Старые журналы, чтобы вам не жалко было их кромсать. Ну, и, соответственно, те журналы, которые, там, если вы делаете ремонт, как я, то желательно, чтобы были журналы и, вот, например, идеи для вашего дома. Чтобы можно было вырезать ваши желания, да, оттуда. Если вы хотите замуж, то есть вот такие вот свадебные журналы. Это я не для себя, для девочек брала. Я вставляю видео, как мы с девочками вырезали. Очень красиво. Надо вырезать. Так вырежи себе такой план. Ну, здорово сразу. Нам же делать. Ты что, прикалываешься? Ради такого можно именно на всюку. Да, на весь ватман. Ну, мне просто кажется, что это прям мое вот это все. Ну, все, давай, вырезай. А карту с другой стороны. А, выбрать надо, да? Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Я, кстати, вот тут на вырезала, но я не сделала, потому что карту желаний желательно, нежелательно, точно надо делать на новую луну, когда луна растет. Нам надо ножницы, клей. Клей, кстати, вот такой вот удобный. Он в виде стика. Просто, как бы, поводили и приклеили. Также желательно, я сейчас с собой не взяла, фломастеры разноцветные, чтобы где-то что-то отделять, разделять, рисовать. То есть, полет фантазии может быть огромен. Вы можете даже рисовать, если вы хорошо умеете рисовать. Я рисовать не умею, поэтому я вырезаю. Вот. И, опять же, я уже повторяю, скажу, что в центр вы клеите свою фотографию, там, где вы счастливая, довольная. Можно прописывать. Прямо, как вот здесь, вот на ватмане, с лицевой стороны. Но я рекомендую здесь клеить, с обратной стороны записывать свои хочучки, то есть, свои желания. Но, опять же, записывать надо правильно. Не так, как, например, я хочу похудеть, там, до конца месяца на 5 кг. Я похудела, там, до конца этого месяца, такого-то года на 5 кг. И желания должны быть реальны. То есть, вы, например, не загадываете, я хочу похудеть на 20 кг в течение недели. Например, вы хотите новый автомобиль. То надо указать, какой. Я хочу такой-то автомобиль в таком-то классе, такого-то года. Потому что вы можете сказать, я хочу новый автомобиль. Вот, например, я сейчас езжу на Тойоте, Кэмри. Это автомобиль довольно неплохой. Он у меня 2009 года. То есть, ему 10 лет. Если я не уточню, то получится, что у меня, например, будет автомобиль 2019 или 2018 года с автосалона. Ну, например, это будет Шкода и какой-нибудь совсем маленький крошечник, которых я, например, вообще терпеть не могу. Ну, то есть, понимаете, да? Я поменяю, как бы, представительского класса автомобиля на какую-нибудь малявку, ниже уровням, но зато новую. То есть, поэтому эти моменты продумывайте и учитывайте. К своим желаниям надо относиться ответственно. Это, знаете, как говорят, бойтесь своих желаний, у них есть способность исполняться. Поэтому загадывайте правильно. Вселенная, она воспринимает вашу карту желаний как вот к действию. Если это касается личной жизни, и вы хотите ее устроить, хотите детей. Если вы хотите детей прямо сейчас, то вы можете, например, клеить и вырезать беременных девушек. Желательно, чтобы они, как бы, улыбались обязательно, чтобы это не было каких-то искаженных лиц, там, в боли, да, вот, там, в родах, то есть просто беременную. Или, например, младенцев. Это говорит о том, что вы готовы уже сейчас, как бы, забеременеть. Поэтому, если пока не готовы, хотите только замуж, то тогда вы вырезаете пару. Вот. Если у вас уже есть молодой человек или есть муж, то, в принципе, его тоже можно поместить. И еще, если вы влюблены, но еще непонятно, это ваша вторая половинка или нет, на своей карте желаний ни в коем случае не загадывайте, там, Вася Попов. Я там хочу замуж за Васю Попова. Потому что у Вселенной, у Всевышнего могут быть свои планы на вас и на Васю Попова. Поэтому, может быть, вы не пара, а вы там жутко мечтаете об этом. Поэтому нет. Можно приклеить мужчину, найти, да, в журнале по типажу подходящего для вас и, как бы, приклеить вот его. Или, если вы хотите прям уже замуж, а не просто там, как бы, отношений, да, то вы находите и приклеиваете пару там свадьб. По поводу работы. Если, например, у вас есть желание поменять работу, то вы прописываете, где бы вы хотели работать и какая у вас должность, какая зарплата. То есть не стесняйтесь. Понятно, что вы там не напишите «Я хочу зарабатывать в месяц один миллион долларов». Конечно, желание хорошее, но давайте ближе к правде. Если вы получаете 20 тысяч гривен, например, да, а хотите там в два раза больше. В карте желаний обязательно надо прописывать уже как будто у вас это есть. Не «Я хочу машину» или «Я хочу работу», а «У меня работа такая-то», «У меня машина такая-то», «Я замужем», «И у меня двое детей», «Я счастлива в браке». Вот так вот. Кстати, еще один момент. Если, например, вы хотите детей и как бы семью, но вы, например, взяли и написали «Я в этом году выхожу замуж» и «Рожаю двоих детей». Надо прописывать прям очень подробно. «Я выхожу замуж», «Я в счастливом браке», «У нас двое там счастливых детей». Потому что если там не добавить, да, то вполне возможно, что вы будете мамой-одиночкой. То есть замуж вы выйдете, разведетесь, и у вас дети есть. То есть ваше желание, в принципе, исполнилось, но не до конца. Поэтому вот эти детали, на них надо очень сильно обращать внимание. Вот. Я вам сейчас покажу свои карты желаний, что у меня исполнилось, что как бы еще, наверное, в процессе. Но я вам могу сказать, что из того, что вот я вижу, этой карте желаний, сейчас я вам скажу, уже, наверное, лет 10. Вот. И тут исполнилось почти все. Вот этой вот карте желаний, наверное, сейчас я вам скажу, лет 6. То есть я стабильно раз в 5 лет как бы возобновляю карты желаний. Тут, конечно, чуть-чуть время прошло, но у меня были свои вопросы, и карта желаний была в голове. Вот я наконец-то решила ее перенести на ватман, и вы видите, у меня ватман какого размера, да? То есть желаний у меня очень много. Вот. Я вам сейчас покажу свои карты желаний, и вы как бы поймете, где я чуть-чуть сделала не так, но опять же, все делаю по интуиции и считаю, что это правильно. Как я уже говорила, что свое лицо, то есть свое изображение надо на середину, а потом оно уходит по секторам. Я делала в тот момент, ну, по интуиции, как мне хотелось. И вот у меня я чуть-чуть выше. То есть по факту посередине, но не совсем. Вот. Поэтому чуть-чуть исправлю. Но опять же, если вы хотите, чтобы эта часть, какая-то картинка была именно здесь, то делаю. Я, например, свои желания записываю отдельно в блокнот. Вот. И забываю. То есть я написала и забыла. Это может быть самые маленькие какие-то вообще безделушки, в плане там, ну, прям вообще там, образно говоря, там, каких-то теней, которые можно пойти купить, но, как бы, записала и забыла. вплоть до там каких-то моментов в плане дома, да. То есть я имею в виду, записывать можно все. Я всегда даже записала, что я хочу пылесос. То есть у меня есть возможность пойти купить пылесос. Но у меня есть и другие потребности. То есть я ставлю приоритеты. И пылесос у меня пока сейчас не на первом плане. Вот. Поэтому я записала пылесос. И я знаю, что у меня появится. Но это вам просто к примеру. Также вот можно не в блокнот записывать, да, не разделять блокнот и карту желаний, а можно записывать на обратной стороне. Эту карту желаний, даже если вы сразу ее не сделаете, желательно, как я уже сказала, делать, когда будет новолуние, вы вешаете так, чтобы вы часто ее видели, но никто не видел окружающей. Я знаю, где я повешу. Понятно, что мои дети будут иногда ее видеть. Но посторонний человек не зайдет, потому что это будет спальня. То есть я за дверью повешу. У меня как раз так дверь открывается и закрывается вид, что же за дверью. И получается, что когда дверь закрыта в спальне, то как раз передо мной будет висеть карта желаний, я буду на нее смотреть. Вот. Вы можете, в принципе, повесить, если это будет не такой большой ватман, а вот, например, формата А3 или формата А4, то можно, например, куда-то в шкаф. Когда открываете, например, ну, где косметика, например, лежит, и вы будете видеть в течение дня несколько раз. Это тоже очень важно. На нее время от времени поглядывать. Вот. Об этом рассказала. То есть тоже вы записываете свои желания. У меня тут блокнот, он как бы для работы, для всего. Но у меня тут есть мои планы, именно планы. И планы, это тоже, как вам сказать, это тоже желания. Но они вот, как бы, быстрее реализуются из-за того, что это не просто желания, это планы. Но я их тоже записываю. Потому что мне очень нравится, когда, ну, все исполняется, и желания, и планы. Я ставлю галочку. У меня, кстати, очень классный блокнот от джам. Парфюмерный вазон. Вот. И здесь, тут, кстати, есть список желаний. И я вот сюда вот пишу. Я вот даже написала по поводу того, что мне нужны красивые вазоны. То есть вы видите, у меня сзади цветы. И дома после ремонта, когда будет, мне надо будет покупать вазоны. Вазоны классные, очень дорогие. Я безумно их хочу. И я их написала. То есть вы можете писать все, что угодно. Это не только глобальные какие-то желания. Это могут быть даже такие маленькие, по факту вроде бы, да, там, вазоны. Но, там, ландшафт и так далее. И желательно ставить временные рамки. Потому что, когда ставится временная рамка, это просто моментально желание исполняется. Я, опять же, на себе проверила. У меня также есть блокнот, где я написала, там, я хочу поехать отдыхать в такую-то страну до такого-то, там, времени. Ну, например, там, до, там, апреля 2019 года. Я в январе месяце была в четырех странах. Потому что в ноябре я написала, где я хочу побывать. Это как-то так получилось, что я в один месяц просто побывала везде. Ну, то есть мы не знаем, как вселенная услышит и как она выполнит, но она выполняет. Поэтому надо правильно ставить эти желания. Так, это рассказала, это показала. Задавайте мне внизу в комментариях вопросы. Может быть, где-то я что-то упустила. Потому что спонтанное видео на самом деле. Вот. Сейчас я вам покажу свою карту. И хочу вам сказать о том, что если у вас есть какие-то амбиции, они у меня есть. Они есть у каждого человека. А только, ну, у каждого они свои. Я училась на ведущей телепрограмм. И я, в принципе, хотела, наверное, знаете, как быть ведущей. Но когда меня звали, я побаивалась и думала, ой, нет. И находила постоянно отмазки. То есть я это уже понимаю, что вселенная давала мне возможность быть ведущей. Я отдала, как бы, заднюю из-за страха. Сказать, что я жалею, нет. Но я это осознаю и понимаю. Это тоже очень важно. Поэтому в данный момент, вот я сейчас читаю то, что я, как бы, наклеивала. Да. Все исполняется. Просто не всегда мы даем возможность этому исполнить. Я тут вырезала. И это, в принципе, очень правильно. Жизнь прекрасна. Яркие моменты жизни. Самый популярный у меня тут интерьер. Ну, как бы, в принципе, я к этому всему и иду. Моя жизнь действительно прекрасна. У меня яркая жизнь. Итак, моя карта десятилетней давности. Кто не знает, я два раза замужем за одним и тем же человеком. Эту карту желаний я делала, когда я развелась первый раз. Путешествия. На самом деле, я после первого развода много очень путешествовала. Очень много. У меня были хотелки. И, в принципе, из всех вот этих вот хотелок у меня тоже начало все исполняться. То есть, в принципе, все, что я вот здесь вот указала, у меня все это было. Ну, опять же, если вы меня смотрите на YouTube, то вы, в принципе, могли, да, как бы, видеть. По поводу шашлыков. Я, когда вышла второй раз замуж, мы чуть ли не каждый вечер жарили шашлыки. Ну, это как пример, да, у моих детей сейчас именно вот такая вот кровать. Вот. По поводу, там, гаджетов, драгоценностей, у меня все это, как бы, ну, начало исполняться. То есть, у меня есть, там, бриллианты и так далее, да, там, у меня есть часы. И, может быть, конечно, там, не Rolex, но в любом случае, как бы, у меня есть дорогие часы. По поводу автомобилей. Я всегда ездила на больших машинах. У меня были джипы. Я начала клеить почему-то седаны. Сейчас я езжу на седане. Вот. То есть, имейте в виду, что, ну, понятное дело, что, если вы приклеите такую машину и не напишите, что я хочу BMW такого-то года, там, до такого-то времени, то у вас может быть, например, да, как бы, седан, но не такого года, не такого цвета и так далее. Вот. По поводу, там, одежды, ну, как бы, там, парфюмов, да. То есть, это все клеите, не стесняйтесь, это все исполняется. Не буду вдаваться в подробности. В общем, все я это, как бы, имела и имею. По поводу, вот, видите, я тут почему-то приклеила с правой стороны. Семью. Кто меня, опять же, смотрит давно. Я это клеила, когда я даже не думала, что у меня будет второй ребенок. Видите? У меня есть Демка. У меня есть дом. И, в принципе, я планирую все это. То есть, у меня вот оно уже все есть. Только осталось чуть-чуть. У меня была вторая свадьба. С моим, как бы, бывшим когда-то мужем. Ну, то есть, я имею в виду, что все это, исполняется. Видите? У меня девочка и мальчик. Свадьба у меня была со свадебным платьем второй раз тоже. У меня есть кольцо с бриллиантом. То есть, в принципе, все, что я наклеила, у меня все есть. Я сейчас делаю вот она там. Ремонт вот приблизительно в таком стиле. Понимаете, да? То есть, 10 лет прошло. А, мужчина. Я хотела себе мужчину. Мой муж никогда не ходил с бородой. Вот он уже сколько лет ходит с бородой. И не потому, что он как бы увидел эту картинку. Нет. Ну, вот как-то так. Потому что он с бородой и не собирается ее сбривать. Например, да? То есть, я не говорю про сейчас, я говорю про тогда. Потому что это старая карта. И в тот момент, то, что я приклеила, у меня исполнилось вот именно во втором браке. То есть, все подвелось к тому, что я захотела, а то и исполнилось. Поэтому, в принципе, не стесняйтесь, клейте. Вторая карта. Она у меня начала создаваться, когда я вышла второй раз замуж. То есть, Демида у меня тогда еще не было. Но, видите, я все-таки хотела мальчика, а он у меня и появился. Дом. Я имею в виду дом. Жизнь прекрасна, как я уже сказала. И у меня яркая жизнь. Поэтому, ну, как бы, жаловаться нет смысла. Мода и красота. Я пишу и рассказываю об этом. Лицо с обложки. Я в журналах, я в соцсетях много где. В электронных, получается, журналах. То есть, как бы, есть мои фотографии в разных изданиях. По поводу стиль путешественницы. Я много где путешествую и продолжаю путешествовать. Я никогда не думала, что я увлекусь практиками, йогой. Ну, как видите, приклеила картинку, мне понравилось. Вот, получилось. Кто-то бы почти все рассказала, но я понимаю, что где-то что-то недорассказала. Поэтому я вас прошу, если у вас остались вопросы, пишите мне их внизу в комментариях. Я буду очень быстренько на них отвечать и буду стараться развернуто, потому что понимаю, что где-то что-то упустило, но видео все равно получилось длинным. Я хочу, чтобы ваши желания исполнялись. Делитесь этим видео с подругами, шерьте его. Пусть как можно больше людей станет счастливыми, пусть их желания исполняются. Ваша Запорожская. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok